Почему они... Мне кажется, мы сейчас сорвем брифинг. Нет, а всем интересно, посмотрите, все так смотрят, интересно. Мне кажется, нам есть что обсудить. Это правда. Вопрос можно задать? Вы только этим и занимаетесь. Да нет, я с вами дискутирую. А у меня вопрос. Я здесь работаю корреспондентом в первую очередь, а не пропагандистом, как вы думаете. Да нет, вы же сами сказали, что вы пропагандируете Украину. Поэтому это ваши слова. И это очень важно, чтобы все знали, что Украина была, есть и будет. А без вас бы об этом забыли, да? Мне кажется, некоторые в этой стране этот факт ставят под сомнение. Кто? Некоторые. Вам список большой перечислить? Не надо просто сказать, зачем мне большой список? Вы можете мне рассказать просто несколько фамилий. А кто конкретно? Может быть, у вас какие-то осведомленные источники такие есть? Только ваши, только источники Униан, которые говорят вам о том, что факт существования Украины ставят под сомнение. Кто эти люди? Ну, однажды, я считаю, что в этой стране надо на авторите это всегда ссылаться, президент России говорил о том, что если что, он лишит нашу страну государственность. Это когда это было? Он общался с россиянами в прямом эфире. Нет, вы знаете, вы, пожалуйста, мне цитату приведите, потому что, мне кажется, только мы и говорим от президента, министра иностранных дел и всех остальных представителей о том, что мы хотим выстраивать отношения с суверенным государством Украина. Минский комплекс мер, минские соглашения только о суверенной Украине и говорят. Разве нет? Этот вопрос задавал российский боевик, который здесь прячется под ликом писателя из оккупированной части Донецкой области, Захар Прилепин, когда еще его не отозвали в Москву назад. Вы прямо с Захаром Прилепином тоже сделаете интервью. Мария Владимировна, вы не главный редактор агентства УНИАН. Вы не можете определять нашу редакционную политику. Не могу. Точно так же, как мы не можем заставлять вас говорить какие-то вещи с этой трибуны. Абсолютно верно. Кстати, говорите лучше вы, Украине. Абсолютно верно. Я просто говорю о том, что мне кажется, было бы честно в отношении собственной аудитории предоставить возможность тем людям, о которых вы столько пишете и столько их цитируете, высказаться и ответить на ваши вопросы. Вот единственное, что я хотел бы, может быть, даже не столько у вас спросить, сколько вам предложить. Вы несколько лет пишете о людях, не давая возможности ответить им на ваши вопросы и опубликовать прямую речь. Это крайне несправедливо. Это противоречит всем журналистским нормам. И это свидетельствует о том, что вы являетесь пропагандой. Вы знаете, складывается впечатление, что вы продюсером Кирилла Вышинского работаете. Извините. Я думаю, что я вам по этому поводу сказал достаточно четко. Вы меня только что хотели обвинить в том, что я работаю продюсером Муниан. А теперь уже Кирилла Вышинского. Пожалуйста, я же только отвечаю на ваши вопросы. Вопрос. При каких условиях и когда Российская Федерация вернет захваченные корабли в нейтральных водах Черного моря? А мы говорили об этих условиях. Вы их прекрасно знаете. Мы говорили, если есть какие-то новые элементы, я могу их уточнить, мне о них неизвестно. Об условиях мы говорили на этом брифинге неоднократно. Вы же знаете об этом. Соответствующие ноты мы отправляли украинской стороне. Еще раз повторить вам? Да, да. Я вам прямо пришлю еще раз. Я вам ссылку на эти документы, которые мы опубликовали, еще раз вам их передам. Как технически может быть осуществлен возврат кораблей? То есть вы могли бы описать процедуру? Мы ее описывали уже, Роман. Мы уже ее описывали. Мы, мало того, делали это официально, направив официальную ноту украинской стороне. Я понимаю, что сейчас, наверное, вам выгоднее делать вид, что вы об этом не знаете, но об этом знают все. Там описано как раз, как вы сказали, технические возможности, как можно это сделать. Там описано. Там и про моряков было много сказано, но в конечном итоге они были обменены между двумя странами, а не по алгоритму, который... А, то есть госпожа Денисова за них поручительство не вносила? Нет, да? Нет, подождите, подождите, минуточку. Можете ответить на этот вопрос? Было поручительство. Вот об этом ровно мы написали украинской стороне в упомянутой вам же ноте. Зачем же вы сейчас это все опять переворачиваете? Зачем же вы вынимаете важнейший элемент этой истории? Ну, это просто даже уже не пропаганда, это уже фейк. Роман, держите себя в руках. Я держу. Вы тоже, Мария Владимировна. Факт остается фактом, что произошел обмен между Украиной и Российской Федерацией. Поручительство госпожи Денисова имеется? Что-то про корабли. Нет, подождите. Вы меня спросили о технических возможностях, которые бы Российская Федерация описала детально. Я сказала, что они описаны детально, официально переданы украинской стороне. Вы мне сказали о том, что, ну, моряков же передали вне, так сказать, того плана и... Нет, вы сказали. Почему? Только что это сказали. Я вам сказала, что они были переданы под поручительство госпожи Денисовой. Правильно. Может быть, я что-то не так говорю? Но об этом договорились президенты двух стран. Поручительство было? Подождите, когда мы отправляли ноту украинской стороне, мы отправляли как ведомство исполнительной власти. Вы понимаете это, да? Вы понимаете, что внешнеполитический курс определяется президентом нашей страны и реализуется Министерством иностранных дел России. Вы понимаете это? Можно? Нет, подождите, давайте с этим разберемся, потому что потом вы опять напишите какую-то ерунду. Вот еще раз, поручительство госпожи Денисовой было? Было. Все. Были ли сделаны государством Украины какие-то юридические шаги в рамках предложенного механизма Российской Федерации для возврата захваченных в нейтральных водах Черного моря трех украинских военных кораблей? Если да, то какие и каким образом их можно вернуть? Есть ли, существует ли пресс-секретарь посольства Украины в Москве? Но временный поверенный существует. Вот по шагам украинской стороны нужно обращаться к украинской стороне. Вы меня спросили о шагах отношений или предложениям российской стороны. Я вам о них рассказала. А были ли или будут ли, или как к этой ситуации относится украинская сторона, вам должны рассказать в украинском посольстве на территории Российской Федерации. Украинском. А вы уже русский ввели в качестве официального языка? Нет, нет, смотрите, по-русски не Украина, а Украина. Вот когда у вас будет введен на территории Украины русский в качестве официального рабочего языка, когда у вас начнут действовать институты русского языка, вот тогда вы будете учить россиян русскому языку. А пока работайте над тем, чтобы обеспечить людей, которые говорят и думают на русском языке, возможностью говорить и думать на территории Украины, на нем. В соответствии с обязательствами вашего государства. Как вы думаете, когда корабли будут возвращены в Украину? Когда будут возвращены, захвачены корабли в нейтральных водах Черного моря в Украине? Я считаю и знаю, здесь даже не нужно строить никакие догадки и предположения, что российская сторона передала официальное предложение Киеву на этот счет. Передано это предложение было достаточно давно. Теперь вопрос в Киеве. Теперь уже сформированы все соответствующие институты, назначены руководители ведомств. И мы ожидаем, что если этот вопрос стоит на повестке, то украинская сторона может соответствующие наши предложения рассмотреть и официально на них ответить. Это же вопрос не гадания, это вопрос взаимодействия. Предложения соответствующие были сделаны. Если украинской страны есть свои взгляды на этот вопрос, то может нам передать их. Спасибо большое. Спасибо вам.